Давайте поговорим про электронную почту. Чтобы иметь возможность работать с электронной почтой, вам нужен почтовый клиент. Это может быть как веб-клиент, допустим, Gmail, OVA, Roundcube и тому подобное, так и приложение на компьютере или телефоне, допустим, Outlook, Thunderbird и так далее. Предположим, вы уже зарегистрировались на каком-то почтовом сервисе, вам просто нужно настроить почтовый клиент. Вы открываете программу, и она запрашивает у вас данные. Имя для аккаунта, ваш почтовый адрес и пароль. После того, как вы введете эти данные, ваш почтовый клиент попытается найти информацию о вашем почтовом сервере. Это делается для упрощения настройки подключения к серверу, так как большинство пользователей не знают адреса сервера и протокола подключения. Для этого почтовый клиент использует разные способы поиска информации о сервере и настройках подключения. Эти способы могут различаться в зависимости от почтового клиента. Для примера, Outlook использует метод AutoDiscover. Ваш почтовый клиент обращается к DNS серверу и спрашивает об определенной записи AutoDiscover, как указано на скрине, которая связана с тем почтовым доменом, который вы указали в настройках вашего почтового ящика. Если администратор настроил данную запись на DNS сервере, она указывает на веб-сервер. После того, как почтовый клиент узнал нужный адрес веб-сервера, он обращается к нему и находит на сервере заранее подготовленный файл с настройками подключения в формате XML. В случае с Underbird клиент обходится без поиска DNS записи AutoDiscover, а сразу пытается подключиться к веб-серверу. AutoConfig точка и имя домена, указанное в качестве почты пользователя. И также пытается на веб-сервере открыть файл с настройками подключения в XML формате. Если почтовый клиент не находит файла с необходимыми настройками, он пытается угадать настройки среди часто используемых. Например, если домен называется Example.com, то почтовый клиент проверит, есть ли сервер с названием smtp.example.com или imap.example.com, и если найдет, то пропишет это в настройках. Если же почтовый клиент никак не может определить адрес почтового сервера, он предложит пользователю самому ввести данные для подключения к серверу. Тогда вы заметите два поля для серверов. Адрес сервера входящей почты и адрес сервера исходящей почты. Как правило, в небольших организациях эти адреса совпадают, пусть даже указаны через разные DNS имена. А в больших компаниях это могут быть разные сервера. Но неважно, это один и тот же сервер или разные сервера. Как правило, сервисы, стоящие за ними, разные. Одна из самых популярных связок почтовых сервисов – это PostFix и DovCut, где PostFix выступает в роли сервера исходящей почты, а DovCut в качестве сервера входящей почты. По названию можно догадаться, что PostFix используется для отправки почты, а DovCut для получения почты почтовым клиентам. Сами сервера же между собой общаются по протоколу SMTP. То есть DovCut нужен исключительно для клиентов. Допустим, мы настроили подключение к нашему почтовому серверу. Давайте попробуем отправить сообщение. В сообщении мы указываем свой адрес и адрес получателя. Теперь, чтобы доставить сообщение, ваш почтовый клиент отправит его на ваш сервер исходящей почты. Когда ваш почтовый сервер получит сообщение, он попытается найти, кому же следует доставить это сообщение. Ваш сервер не может знать наизусть адреса всех почтовых серверов, поэтому он обращается к DNS с целью найти специальную запись MX, указывающуюся на почтовый сервер для данного домена. Эти записи могут отличаться для разных сабдоменов. После того, как ваш почтовый сервер узнает адрес сервера получателя, он отправляет ваше сообщение по SMTP на этот адрес, где это сообщение откладывается в специальную директорию, которая также проверяет сервис, отвечающий за получение клиентами сообщения, например, тот же самый DovCut. И когда почтовый клиент спросит о наличии новой почты, DovCut отправит ему ваше сообщение. Но так как почтовый сервер зачастую открыт для интернета, и любой желающий может к нему подключиться и отправить сообщение, а также почтовый сервер широко променяется компаниями для обмена важными данными по интернету, это довольно лакомый кусочек для злоумышленников, особенно для спамеров. Поэтому у современных почтовых серверов есть множество дополнительных шагов подтвердения сервера-отправителя, проверки сообщения на спам, и о многом этом я расскажу в данном плейлисте.